Радиоприемники со свободным поиском радиостанции запрещены, насколько радиоэфиром нужно нарваться на южнокорейскую пропаганду, подругающую идеологические основы. Сочи Хенг их себе окончательно подорвал в 2004-м. Сейчас он живет в Сеуле, работая директора комитета экономическим литературсом в Северной Буре. Начиналось все, как раз, радиоприемники. Объем. Начиналось с того, что я тушил запрещенные южнокорейские радиостанции и оказался под подозрением госбезопасности. А это уже не жизнь. Когда так получается, к себе боишься, оглядываешься, кажется, что вот тебя схватит. Я не выдержал этого страха. А вот так радостно встречали на родине северокорейского моряка, который выдержал, преодолел страх, что не сочтет предателем. Выглядит совсем наоборот. Видно, страх нарушить запреты оказался слишком сильным. Он рыбачил, но попал в шторм. И тот предательски выбросил его именно на южнокорейский берег. Боряк стал настоящим национальным героем. А ступен лет поддался, согласно смотреть телевидение в Южной Корее, отказывался на окрачно тех, кто, пока ему не передали на границе обратно. Просто он помнил навсегда заученное. Не дай врагу храникул тебе в мозг, не дай ему сломать установленные там идеологические конструкции. По этой причине, кстати, в Северной Корее под запретом не только иностранное телевидение и радио, а даже и все равно и музыку и фильмы иностранные привозят из Китая. Регулянтов сажают в тюрьму, но это не очень помогает. Молодежь постоянно обсуждает, а почему нам приехать нельзя, а почему на границе так богато и интересно. Моя старшая сестра после таких разговоров захотела сбежать. Избежала. Она передала из Китая телефон семье, и мы могли с ним общаться. А я потом с ее помощью убежала. Кстати, мобильные телефоны иностранцев изымают прямо в аэропорту. И самому процессу общения с местными тоже всячески помогают. Мы пытались выяснить у студентов консерватории, как они относятся к запуску ракеты, которую здесь называли мирным космическим проектом, а за границами противники внешнего режима КМДР, замаскированными военными учениями, попытки провести испытания фаллистической ракеты. Вот тот санкций был. Вот что из этого получилось. Меня зовут Тукингангер. А я, я, по-яне, что относительно санкций ракеты. Что для вас лично это означает? Это возможно ли такой вопрос? Преподаватель пытается прийти на помощь. Это мир, 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 да. И, благодаря подсказкам сопровождающего съемочную группу КИДа, ответ приобретает, видимо, желаемый уход. Брал я мудрого мудрого великого руководителя, товарища Миченнила. Наша страна развивалась в таком высоком уровне. Это для развития нашей страны, это мир, мирный смысл. Создание тех, кого мы опрашивали, не пострадал в вопросах о нам и, закрывая рукой лицо от камеры, прочитал небольшую суровую лекцию относительно того...